Одну важную принципиальную последовательность того, как влиять друг на друга, влиять любовным образом, эффективным образом, позитивно меняя друг друга и пробуждая друг в друге все лучшие качества, которые пока могут быть скрыты. В связи с этим мы обратимся немного к древнегреческому. Такие три понятия, как «этос», «папос» и «логос». «Этос» означает то, что связано с эмоциональной стороной человека, с его личными качествами, с его поведением, с его личной эффективностью, личной надежностью. Прежде всего, личная надежность. Мы об этом говорили все эти дни. Как бы цельность самого характера, личного характера. Это первое условие, фундамент. Затем «этос», затем «папос». «Папос» означает эмоциональная настроенность. Итак, если вы хотите повлиять на кого-то, если вы хотите развивать отношения, не любовные тем более отношения с кем-то, первое дело – это личная надежность. Я должен быть тем, кто не кинет. Я должен быть тем, кому довериться. Таков должен быть мой характер. Это первое. «Этос». Затем «папос». Кстати, это эмоциональная настроенность. Вовлеченность эмоциональная. Способность настроиться на волну другого человека. То есть моих эмоций распространяются за мое тело. Я способен ощущать и проникать в эмоции своих близких. И если эта способность есть, если эти первые две, тогда логос. Логос – это логика и рациональные доводы. И вот теперь уже можно говорить по делу. И ваши слова обретут силу и могущество. Человек это примет к сведению и примет это буквально как инструкцию. Почему? Потому что вы надежный человек и потому что вы его понимаете. Вы эмоционально способны его ощущать. И поэтому-то он примет вашу логику и ваши доводы. Это, кстати, ответ на вопрос, как проповедовать близким, которые не являются предными. Сначала станьте надежным человеком, обретите доверие. Затем проявляйте эмоциональное участие. Чувствуйте людей. И тогда они способны принять вашу возвышенную философию. Но если сначала мы говорим «Ты что, не понимаешь?» Мы же души. Это же очевидно. Но не есть это дело. И вот мы читаем лекции, основанные на шастрах. Но люди не меняются. Почему? Не впускают их. Не впускают. Хотя по логике все очень правильно. И так последовательность очень важна. Сначала этос, потом пафос, потом лобус. Сначала личная надежность, затем моя эмоциональная чувствость. И затем уже на основании этого моя способность передать доводы. Логический воздействие. Чаще всего мы стремимся, прежде всего, убедить в логичности свою позицию. Пренебрегая эмоциональной составляющей и личными качествами. Поэтому мы терпим неудачи в отношении. Не хотелось бы заканчивать так мрачно. И на самом деле, хорошая новость состоит в том, что изначально у нас есть отношение с Богом. Изначально, в нашем естественном, чистом состоянии мы слышим Бога. И весь наш процесс, которым мы следуем, это процесс очищения. Наша семья предназначена для того, чтобы помочь нам очиститься. Прежде всего, от ложной позиции того, что я наслаждающий себя, подствующий в этом мире. И прийти к пониманию, что я слуга, и мое счастье зависит от того, насколько я способен делать счастливым других. От исполнения моего предназначения, другими словами. Счастье в этих отношениях, в семейных отношениях, это побочный эффект того, что я исполняю свое предназначение. И в завершение должен сказать, что, как человек, пытающийся быть цельным, должен сказать, что весь материал основан на семинаре, прочитанном Гасаим Махарадзе в свое время, семинар был дан для наставников. Но мне показалось, что если интерпретировать этот материал в семейных отношениях, то это будет актуально и полезно. Большое спасибо вам за долгую терпение, Арютиш. Должен ли всегда муж выслушивать свою жену при любых обстоятельствах? И пример такой, семья начинающих преданных и жена в обществе преданных. Ее кто-то нанесли очень сильную эмоциональную травму. Кто-то старший предан. Она пришла в дом, делится с мужем, и в процессе своих эмоций она начинает наносить массу ващного аппарата по отношению к личности конкретной. Потом это пошло на другие личности, уже на ачарь и так далее. И вот должен ли муж все это внимательно слушать, понимая последствия всего этого. И вот такой вопрос. Перефразирую ваше послание. Всего этого слушать он не должен. И просто не следует доводить до всего этого. И когда... Ведь суть-то в чем? Она собирается поделиться своим состоянием. И чтобы постучаться, ей приходится подгружать вас все больше и больше. Сначала она начинает с того, чтобы просто описывать случай, как вы говорите. Затем конкретного человека, конкретные обстоятельства. Затем она начинает делать обобщение, видя, что вы все еще не реагируете адекватно. Она начинает делать обобщение на общество в целом, на ИСКОН в целом. Бой ИСКОН это кто-то и то-то. Если опять адекватной реакции нет с вашей стороны, она, продолжая попытки достучаться, ощутить этот с вашей стороны отзыв, она делает дальнейшее обобщение и дальше больше то, о чем я говорю. Поэтому, это зависит от вашей чуткости, как скоро вы ощутите ее состояние. Желательно в данном случае сразу же. Потому что то, что она хочет, она просто хочет, чтобы почувствовали ее эмоции. Она не хочет оскорбить о чаре, обсудить их должности, их философских представлений. Или там поговорить о ситуации в ИСКОН. Она просто хочет поделиться своей обидой. Надо услышать как можно быстрее. И дать об этом помочь. И она будет благодарна. Вот. Если же все-таки склонность говорить больше о других, то просто можете взять паузу. Сказать, что вы ее отлично понимаете, разделяете ее, обидуете, все такое, но хотите немного обдумать и вернуться к этому чуть позже. Хороший прием взять паузу, когда человек унесет. Вы как бы остаетесь сторонником, но просто паузу берете. И когда человек успокаивается, уже можно вернуться к теме. И еще раз. Эмпатическое слушание означает понимание, не выслушивание всей информации. Это ни к чему. Это просто эмпатическое слушание означает, что я понимаю твое состояние. Вот это. И вы должны просигнализировать об этом. Все. Потока больше не будет, если вы осознаете состояние. Потом, важная вещь, важная техника для мужа. Вы должны соглашаться с женой. В тот момент, когда жена охвачена эмоцией, муж должен согласиться с ее эмоцией, принять эту эмоцию. Например. Пример такой. Например, ребенок капризничает. Ребенок капризничает, падает на пол, топает ногами, там, хочу там то-то и то-то. Что делает взрослый человек? Он относится к нему как к ребенку. Он берет его на руки, прижимает его, успокаивает. Не так, что он говорит, нет, тебе этого нельзя. Нет, мне сказал, этого нельзя, нет, этого не будет. Он понимает, что это ребенок там. Он в таком состоянии, что он сейчас ничего не понимает. Поэтому он просто берет его, прижимает и успокаивает. Вот. И тогда он успокоится, потом уже можно объяснить, ну, сынок, у тебя зубки больные, нельзя столько и конфет есть. И он в спокойном состоянии может это понять. В отношениях то же самое. Поэтому сначала понять эмоцию, принять ее, не отвергнуть эмоцию. В особенности женщины она очень болезненно чувствует. Когда ее эмоцию отвергают, она очень болезненно чувствует. Это означает, что перечеркивает ее жизнь вообще. Тебя нет просто. Если перечеркиваешь ее эмоцию, считаешь, что ты просто... с бабьим капризом. Хотя она так и есть, может быть. Но если ты так себя ведешь, она чувствует, что ты перечеркнул все ее вообще, верно, как ты убил ее. Поэтому в этот момент ее нужно подержать, сказать, ух, негодяй тоже. Как же они смели вообще. Ты моя хорошая, как они с тобой поступили вообще. Как это несправедливо вообще. Как это жестоко. И тешит, успокоит. А потом сесть и разобраться. И прийти к выводу, что сама дура. Но это, если сказать, это будет иметь смысл. Поэтому чем быстрее понять эмоцию, тем дешевле будет для всех. Меньше врачного пара в том числе. Все будут довольны. Поэтому общая методика такая. Даже если что-то недопонял еще. Не все обстоятельства понял. Сразу сказать. Да, как мне повезло. Как все ужасно. Иди ко мне, я тебя пожалею. Все. Потом разберемся. Мужчина знает, что. Потом разберемся. И сейчас. Сейчас нужно это погасить. Технический момент очень важный. И тогда она думает, но он за меня. Он за меня. И для женщины это великое вещь. Он за меня. Даже если она несправедлива. Недавно опыт такой имел личный. Ехали на машине. Жена водит машину, я не вожу. Вот ее кто-то там обидел на дороге очень сильно. И она начала там шоферами так проявляют эмоции. Как хороший шофер такой. На всю проезжую часть. Вот. Я такой всего-то. Поравнялись с этой машиной. Вот я смотрю как вперед. Потом мы разъехались. И она такая. Ты даже не посмотрел на него. Ты даже ничего не сказал. Ты даже не сказал. Ты даже не сказал. Вот. И я что-то начал опять говорить. Что ты там мелочи. Чего же так заводишься. Вот. И она смотрю на совсем. Она расплакалась. Она и так-то чувствует, что ее понесло. Еще я об этом говорил. Вообще. Вот. И потом она в очередной раз. Сотый урок уже для меня давалась. Ты должен согласиться со мной. Продолжение следует.